Всем привет, друзья! Вы на канале БухайТБ. И сегодня, друзья, у меня на обзорчике... Вот я не знаю, что-то как-то зашел в магазин и захотелось что-то новенького, что-то интересного. Друзья, скажу честно, это не новенькое. И по отзывам, что я слышал, это очень плохо, друзья. Вид торговой марки Хлебный Дар. Это уже, друзья, очень плохо. Если что-то, вид торговой марки Хлебный Дар. Украинская классичная. Типа 40, типа, вот написано. Горилка. Друзья, ну обычная простая бутылка 90-х. Или сейчас в таких бутылках делают водку, но делают такие. Знаете, довольно бедные компании, довольно бедные компании. Ну у меня, друзья, она была немножко охлажденная. Вот, видите, немножко потеет. Ну, простая этикетка, как, знаете, как 90-е или начало 2000-х попал. Элементарная здесь, ну, акциз, но он везде, ну, везде этот акциз присутствует, друзья, вы сами прекрасно понимаете, везде. Ну, элементарная здесь, так, чтоб пальцы не порезать, потому что в эту шестянку можно пальцы порезать. Ну, и вот, видите, друзья, сорвалось, как попало, вот. Ну, вот, ну, закрывается, как попало, сорвалось, как попало. Скажу честно, давненько я не пил таких водок, ну, хотя не, было дело зимой, я пил две таких водки. Наливальку я пил и пил я, не помню, что вторая за водка была. Наливалька и еще какая-то, а, Нива была, еще какая-то с Нива была. Ну, холодненькая, друзья, водка холодненькая. Ну, давайте, друзья, ну, по запаху пахнет как, водочно пахнет по запаху, друзья, водочно, водочно. Фух, друзья Когда делает, доходит до хлебного дара Я как-то Начинаю стриматься Последний раз хлебный дар пил в 2022 году И мне он как-то не очень понравился Ну давайте, друзья За все хорошее, друзья, не повторяйте эти трюки Знаете, друзья Рано хотел похвалить Знаете, я скажу так Хорошо сошла, прохладненькая Не скажу честно, чтобы она там тягучка была Как некоторые любят пить тягучку Просто водочка была Немножко охлажденная Хорошо так вроде бы зашла Вроде бы, ну, знаете Без последствий, без происшествий Будем так говорить Не скажу, чтобы там приятный вкус Просто зашла, как этот И потом, знаете Вот я уже начинал Так уже прошло, думаю, что-то странно Не печет нигде, не жрет Посевкусия нету И вот в конце, вот такое посевкусие Знаете, с опозданием водочное Я как-то, знаете, поначалу так Думаю, жесткая будет А потом она, ну нет, отпустила Но минус в том, что вкус водки До сих пор во рту присутствует Вот Я не любитель, когда ты выпью водочку, например Даже, например, там немножко водочное Посевкусие должно быть Ну, секунд 20 Не больше Потому что Ну, даже 10 секунд Больше этого, как бы, знаете Когда ты выпью, там Минуту вот так кривися Или там этот Ну, я не любитель такой водки Скажу так, друзья Прошу прощения У нас сегодня жара такая стоит В городе страшная И что хочу сказать Я в этой комнате сейчас практически не бываю Она у меня зашторенная Ну, там у меня спальня и кухня И там я, получается, готовлю, живу, как бы, ну И я сюда пришел Там реально жарко А сюда я пришел на съемки И реально классно Мне даже шпот кинул Нет Неплохо первая зашла Мне про ее говорили, что она хуже Может, ее пили просто теплой Я ее пью немножко охлажденной Ну, где-то Градусов где-то 10 Да, где-то градусов 10 я ее пью Эту водку Нормально Хорошо даже зашла Так, друзья На закуску у меня свежайший хлеб Правда, не домашний, к сожалению Но все равно Свежий вкус не хлебушек Это всегда вкусно Друзья, салатик Салатик Не со сметанкой А с домашних помидоров и перцев Друзья, я люблю перец Скажу честно Люблю перец Стараюсь сейчас перца много есть Помидоров и перцев И, друзья Отварной картофель И свинина с жареным луком Друзья, видите, сколько мяса много Вот Не стал я там что-то еще к этому настроить Потому что Свинина Это уже И картошка С салатом Это уже полномасштабное блюдо Как говорится Будем так говорить И какие-то закуски к этому Это будет лишним Давайте по второй А, друзья Друзья, на пробочке ничего нету Пробочка, знаете, такая, знаете Дешманская А, здесь состав Снизу написан Вот Ну, блин, обычная А, цена этой бутылки водки Я ее взял за 89 гривен Я чисто Скажу так Ее никогда не брал Как-то заходил в магазин Просто стремался А потом как-то так зашел Думаю Блин Надо что-нибудь учудить Друзья, скоро у меня На обзоре будет Пару интересных алкоголев Пару интересных алкоголев Но это как бы Хотя это тоже Интересный алкоголь Люди, я думаю Покупают эту водку Пьют Хотя Не рекомендую Вот Хлебный Просто не говорю Что это плохая водка Мне неплохо даже зашла Рюмаха первая Кто только после вкуса Подходит Если выпить И закусить сразу То вообще шикарно А если кто запивает Каким-нибудь пепси Или соком Или узваром То вообще красота А вот Вот Сам бренд Хлебного дара Мне не нравится Давайте, друзья За все хорошее За все хорошее Если все хорошо будет То Это видео В принципе Скоро я публикую Давайте, друзья Не, нормально заходит Вот что я не могу понять От того, что я охладил Нормально охладил Ну, не тягучкой сделал Охладил Единственное минус Уже вторая лучше зашла Даже не было такого Вкуса Не, ну вот запах Понятно Водочный Такой, знаете Запах водки присутствует Некоторых водок Поменьше А здесь как бы Нормально Реально нормально Сошла Вот это немножко После вкуса Хотя уже после второй Оно уже не такое Давайте Картошечкой С таким Жареным лучком Друзья, тоненькая Сининка порезанная Пожаренная С приправами Я раньше в детстве Жареный лук Вообще Ну, не выносил Особенно, знаете Когда я беру Ну, дюрны пекли Лук жареный Жареный Там с лук с салом Я как-то вообще Лук не любил Ну, не нравилось Мне Блин, это Сейчас, сейчас СО С жареным Мясом С лучком Это вообще Просто песня Ну, чтобы лук Был, конечно Тоже не Не сгорелший А чтобы лук Был сочный Вот, как я люблю Готовить Вот, как у меня Такой, знаете Карамельный Сладенький Получается Ну, печень Я Не любите печень Скажу честно Но Как мать У меня печень Готовит С луком С моркой Вообще Шикарная Ммм Я не знаю, что со мной, друзья, происходит сегодня, но Походу я похвалю сегодня водку Хребни Дар Это будет, конечно, трэш Это будет, конечно, трэш Я не знаю, это надо будет перетестивать Это Батю надо будет брать Но что-то не так Я не помню, друзья, сколько видов этой сорокушки Два, четыре вида, я точно не помню Ну давайте, друзья, за все хорошее За все хорошее Чтобы водочка нам, как говорится, была в радость Чтобы закуска у нас была всегда тоже в радость И чтобы компания всегда была у нас в радость А если человек, который пьет один, чтобы ему тоже было хорошо, радостно, весело Ну, чтобы не было грустно Давайте, друзья, за все хорошее После вкуса немножко портит. И все. Друзья, скажу как ни странно, скажу как ни странно, но водка мне зашла. Единственное, что мне не нравится, это после того, как ты выпил, немножко долгограющее послевкусие. Да, кто-то скажет, ты ее пьешь охлажденную, вот у тебя даже капли идут. Да, друзья, это нормально. Когда водочка охлажденная, такую водочку надо пить не холодную, не ледяную, а охлажденную. Немножко охлажденную можно пить. Минус в том, что потом идет послевкусие, и послевкусие такое, знаете, как сказать, немножко чуть-чуть рисковатое, но в принципе нормальное, терпимое. За это можно балл снять. Но минус в том, что оно у тебя во рту немножко остается. Ну, конечно, да, ты его закусил чем-то, запил, и оно у тебя пропадает. Друзья, твердая восьмерка, водка, как сказать, не знаю, друзья, твердая восьмерка, водка как бы в охлажденном виде, да, хорошая, но я не могу, друзья, ее рекомендовать, потому что я пью весь хлебный дар, и, к сожалению, мне эта водка, ну, не очень хорошо ассоциируется в моих воспоминаниях, в моих этих, ну, это неплохая. Друзья, возьмите на пробу, возьмите на пробу, охладите градусов до 10, градусов до 10, ну, и попробуйте ее, друзья, реально градусов, да, может даже до 5 градусов, ну, от 5 до 10 градусов охладите ее, ну, и попробуйте водку, ну, я не знаю, честно, я не эксперт по алкоголю, будем так говорить, ну, порадовал, скажу честно, порадовал, убрать вот это послевкусие, ладно, вот это оставить первоначальное послевкусие, это выпил, Потом оно чуть-чуть Нету, потом оно появляется Долготу вот этого после вкуса убрать И была девятка, водка неплохая И цена хорошая, 89 гривен Да, бутылка, конечно, знаете Не презентабельная Минус Минус в открывашке Вот это я не люблю, это уже это дело Плюс можно об этом пораниться Ну, об жесть об этом Но сама водка неплохая Вот, как ни странно Я не знаю, может спустя Какое-то время я перетест Сделаю перетест Или она будет теплая водка Ну, может ее просто перетеплой Скорее всего, просто перетеп Кто мне говорил, что эта водка плохая Просто ее, скорее всего, перетеплой А теплая водка, друзья, для меня вся будет одинаковая Хоть ты поставил, хоть Немиров За 300 гривен Немиров Хоть ты поставил Хребный дар, не, ну, конечно, хребный дар будет похуже Но все равно теплая водка, друзья, это издевательство Над алкоголем, над собой Над собой, над собой издевание алкоголем Ну, и сами прекрасно все понимаете Но Хребный дар мне сегодня просто порадовал Реально порадовал Твердых 8 баллов Хочу сделать перетест Не знаю, когда Сделаем перетест Но будет, перетест будет это точно И, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях Кто считает, что хлебный дар хорошая водка Кто считает, что плохая водка Будет интересно узнать, кто думает об этой водке Лодка, скажу, легендарная По молодости, я помню, этой водочки Столько выпили мы Хребного дара Был Хребный дар и И классичный пири Это, кстати, классичный Я не могу понять А, 40 оборотов Такое, раньше в Хребный дар Есть 40 оборотов Вот И классичный И зерновой пири Хребный дар И, помню, заду этикетки были Зерно нарисовано Молодая пшеница Большая пшеница в колосках Сейчас тоже Хребного дара Я помню Пасхальный Хребный дар Потом со спрянощами выходил Хребный дар Сейчас тоже повыходило много Хребных даров Вот Не знаю, как сегодня Но мне сегодня Хребный дар реально порадовал Вот, реально порадовал Я вот Последний раз пил Хребный дар у тещи Ну, тоже совсем другая история Вот Мне тогда он вообще не закатил Да, вообще не закатил Хребный дар Нет, ведь последний раз пил у тещи А потом Блин, попробую вообще фигня-фигню А потом мы с батей пили Хребный дар Как я с Киева приехал Блин, я говорю Блин, я говорю Что это за лодка плохая Здесь нормально Вот это тихучесть убрать только Давайте На втором, на третьем вздохе Появляется вот эта Спиртозность Это, конечно, минус Ох, ох, ох Друзья, напишите в комментариях Напишите в комментариях Кто какое любит мясо, друзья Кто свинину, кто говядинку Кто Баранину Напишите, друзья Сейчас, дали секундочку Я прошу прощения Попудрю носик Друзья, попудрю носик Бывает С вами понимаете прекрасно, что Насморк есть насморок Скажу честно Не знаю, от чего он взялся Я, бывает, сажусь То насморк появляется То горло залаживается Не знаю Может Аллергия на что-то Окна открытые Хотя вчера картошки Я сейчас картошки полили В городе такой запастый Неприятный такого Горелого Вот Такой этот Салатик, друзья Ешьте больше салата Ешьте больше салатов Салат реально крутая тема В летнее время В летнее время Ну и вообще Зимой покупайте овощи Ну Зимой овощи, конечно, да Дорого Хорошие овощи нормально стоят А стеклянные овощи Сами прекрасно знаете Вот Они безвкусные Безвкусные Огурец безвкусный И помидор безвкусный Вот Ну Перец, более-менее Конечно, вкус имеет Но все равно Ну Перчик можно покупать В этом, друзья Зимой Ешьте больше Квашеную капусту Если будет этот Лук молодой Зеленый Ну Все равно Какие-то Находите какие-то Овощи Как говорится Фрукты Яблоки Вот Так-так-так-так Ну Вот так, друзья И по чуть-чуть И распивается Хребный дар Вот Скажу честно Никогда не думал Что он не зайдет 8 баллов Друзья, оценка Буду ему строговат Буду строговат Потому что Посмотрю Какие у него После его последствия Будут Так-так-так Давайте выпьем Друзья За мир Во всем мире Всем Всем моим подписчикам Крепкого здоровья Большого мира Всего-всего Самого наилучшего И Крепкого здоровья Ребята Главное Чтобы было здоровье И будем и мы Ребята За вас Спасибо Что смотрите наш канал Спасибо Что ставите лайки Спасибо Что пишете комментарии Спасибо Что с уважением Относитесь к нам Спасибо большое Вам за все Вот Давайте Ребята За вас Не Хорошо Ну Немножко Пусть он Куся держится Давайте Картошечкой С лучком И мясо Жареное Сочное Получилось Лучок Сочный Получился Вообще Красота Просто Красота Вкусный Сочный Лучок Это просто Песня Скоро Приедет батер Скоро Приедет батер И мы Надо нам Что-то Интересное Замутить Я кое-что Конечно Думаю У меня в планах Есть Не скажу Честно Что мы будем Пить Может даже Будем Модку пить Вот Но я Хочу Я хочу С батей С батей Выпить Подинтересное Блюдо Вот Да Это Знаете Простое Блюдо Знаете Ну я скажу Честно Простые Блюда Я Я был В ресторанах Ел там Разные Салаты Разные Блюда Но скажу Честно Вот это Блюдо Блюдо Моего детства Бабуля Бабуля На рыбалке Футбол Бегали Там Паре Выходили Бабуля Достанет Мясо Достанет Мясо С холодильника Нажарит Его С луком Наварит Картошки Мы Придем Придем Если Лето То салат Понятно Огурцы Помидоры Перец Поедим Если Зима То Понятно Что соление Капуста Квашеная Огурцы Помидоры Соленые Блин Это Реально Еда Моего детства Я скажу Честно И одна Из моих Любимых Блюд Я Вот У нас Есть ресторан Центр Маркет Магазин Там Есть Кафе Там Не помню Как Централ Называется И там Тоже Можно зайти Заказать Картошку Такую Заказать Такое Мясо Реально Можно Зайти Заказать Именно Хорошие Домашние Блюда Именно Реально Вкусные Красная Рыба Там На подушке Со шпинатом Там Или еще Что-то Такое Мне нужна Обычная Простая Еда Обычная Простая Свинина Вот Я как-то Больше Люблю Свинину Потому Что Простая И Обычная Еда Намного Приятнее Чем Ну Например Взять Суп С помидором Гаспачо Вроде бы Называется Если не ошибаюсь Это Гаспачо Ну Блин Он Хороший Конечно Суп Гаспачо Но Окрошечка Будет Поярче Ребята Или Холодник Взять Он Намного Поярче Будет Та Самое Уха Например Или Хотя Я не любитель Ухи Вот Или Соляночка Или Борщец Это Реальная Тема Вот Не надо Там Тамьяны Там Фого И все Такое Давайте За простую Еду За простую Еду Нужно Не забывать Свои Корни Простая Еда Вареники С картошечкой С С Лучком Жареным Дерунчики Борщи Сальцо Как редки По-киевски Это Про Самая Лучшая Еда Будет Давайте Ребята За Хорошую Простую Еду ОКОМ 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 Хотя я котету по киевски не назвал бы простой едой. Я вот в Киеве, в Сильпо, есть там кулинария. Самые вкусные котеты по киевски я еду там. Хотя, типа, считается, типа, сетевое место, сетевое место. Но там хороший кляр, хороший кляр. Хорошая грудка, хорошая серединка, хорошая составляющая. Именно просто песня, просто бомба, а не котлета. А я далеко, батья будет ехать, я ему закажу далеко. Скажу, бать, зайди, закажи, привези мне. Потому что это реально тема. Мне вот коровянка в Сильпо и котлеты по киевски нравятся. У нас в Центр Маркете тоже котлеты по киевски готовят. Но мне они не нравятся. Они немножко сухие, это раз. Во-вторых, блин, там начинка грибы. Я как-то не любитель грибов. А там, блин, масло идет с травами. Блин, мне это масло с травами не заходит. Там реально классное и масло вкусное. И травы. Хотя, хотя у нас в Централе используют не обычные грибы, там не обычные печерицы, а используют лесные грибы. Да, она вкусная, но, скажу честно, я просто не любитель грибов. Не любитель грибов. Там лесные грибы, там печерицы. Просто я не любитель грибов. У меня есть белые грибы. Я хотел еще картошки немножко в грибов добавить, пожарить. Вот. Потом думаю, нет. И так, дорого-богато, будем так говорить. Вот. И мясо куча, и картошки куча. И лук, как бы, ну, еще и грибы добавить сюда вообще будет. Ну, это было бы уже, как говорится, картошка по-королевски. Можно рецепт снимать. Фух. Что ж, честно, подразмотала мне немножко водочка. Подразмотала. Аж немножко в подкинула. Вот. Ну, снова же. Снова же. Жара большая стоит. Тут я уже, как бы, тоже уже надышал. Переваром, будем так говорить. Вот. Не, в таком это прохладнее, если мне пора. Приходил, я лежал. Вообще хорошо, вообще шикарно. Вот. А сейчас после съемки пойду душ приму. Покупаюсь. Вот. Друзья, неделю я не выкатывал видео. Неделю у меня не было. Я скажу честно. Брал я себе небольшой отпуск. Немножко надо было похулиганить. Немножко надо было погулять. Немножко было отдохнуть. За эту неделю произошло очень много чего интересного. Много чего такого обычного. Ну, я понял, кое-что я понял для себя. Это самое главное. В этой жизни, в этой жизни я понял кое-что для себя. Поэтому, друзья, кто меня смотрит на ютубе, на тихотоке этого, конечно, не увидит. На ютубе, друзья, приношу свои извинения. Но я тоже человек, мне тоже надо отдыхать. Я никуда не ездил на отдых. Был дома, был дома. Занимался, как сказать, немножко в гости ходил. Немножко в гости ко мне ходили. Немножко выпивал. Немножко не выпивал. Было такое, что где 4 дня было, что я первый день пиво пил. Потом два дня водку пил. Потом я не пил кое-что выпивал тоже. Ну, там немножко, там, литруху выпил. И потом три дня не пил. Ну, а потом я уже начал, уже в воскресенье, как говорится, видосы выкладывать. Уже как бы этот три дня не пил. Потом просто отдыхал для себя. Видосы начал выкладывать. С воскресенья это уже получается сегодня у нас столик. За три видоса вышло, что я обещал. Там среда, пятница, воскресенье. Я вот три видоса публиковал. А завтра налегка публикую этот видос на эту водку. На эту водку. Это будет самоправильно, самочестно будет. По видосам я всех, ну, все равно себя догнал. Просто взял себе небольшой водок. Просто устаешь реально от Ютуба, от ТикТока, от всего устаешь. Просто реально снимать видосы, проводить эфиры, просто устаешь. Давайте, ребята, чтобы вы не уставали в жизни. Всем добра, всем мира, всем удачи, всем позитива. За вас. Ох, какой запах. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Что нужно мужику в жизни? Хороший кусок мяса, хороший гарнир к мясу, хороший салат. Если мне, правда, салата мало ем, салата мало нет. Салат оставлю, друзья, на вечер, на вечер, потому что видео в обед я записываю. В обед можно больше, знаете, больше белка, больше углеводов, а салат на вечер. Ну, я, в принципе, так по чуть-чуть ем, ну, я как ем еду. Что хочу, то я, в принципе, и ем. Но сейчас вечером стараюсь есть меньше жирного, меньше углевод. Вот. Ну, там вечером, в основном, сейчас салатика закидываю. А вот именно картошечка мне с мясом сегодня, с лучком, порадовала. На одном из видосов, друзья, приготовлю тоже что-нибудь интересное. Тоже своими руками, как всегда. Последнее время, ну, до этого, много у нас было всяких там пиц, гамбургеров, там, и всяких такого, знаете, фастфудной еды на видосах. Ну, будем все равно стараться, друзья, что-то будем ходить, чтобы пройти с фастфуда, потому что иногда не хочется готовиться, не хочется иногда нарезать, заморачиваться, потому что делать нарезку тоже делать красоту. Не всегда есть настроение, не всегда есть желание и не всегда есть ингредиенты. Ну, купить можно всегда все, но иногда приходишь и не видишь букет, как говорится, будем так говорить. Не знаешь, что взять. Вот. И как бы, ну, повторяться не хочется по нарезке и там по всему. Сами прекрасно понимают. Поэтому, друзья, будем что-то готовить. Может какие-нибудь, не буду говорить, что есть определенные идеи, что я хочу приготовить его. Он тут ремонт делает. Хорошо, что он не от меня подальше делает ремонт. Что-нибудь приготовим. Вот батя скоро будет. Ему что-то приготовим. Друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Друзья, вы и так подписывайтесь. Прошу прощения. Друзья, вы и так подписывайтесь активно. Хорошо. Спасибо вам, ребята. Вы очень классно подписывайтесь на канал. Дай Бог вам всем здоровья. И всего самого наилучшего по жизни. Подписывайтесь на наш канал. Друзья, внизу в описании ссылочка на мой второй канал Павлович. Туда тоже подписывайтесь. Под на Павлович я немножко подзабил. Я на Бухай ТВ, в принципе, чуть-чуть подустал. Но Павлович, второй канал. Надо, чтобы он был. Но все равно я подустал. Там видосик. После завтра опубликую. Будем так говорить. После завтра опубликую. Завтра на Бухай ТВ Сегодня уже опубликовал После завтра на Павловича А потом уже в пятницу опять на Бухай ТВ Так что друзья На Павловича подписывайтесь Друзья внизу в описании инстаграм По поводу дни рождений, праздников Кого-то поздравить, что-то еще Записать видос Друзья по любому поводу Пишите, отправить посылочку Пишите в инстаграм Ссылочка на инстаграм внизу в описании Также друзья мои Внизу в описании Приватбанк и Монобанк Кто хочет поддержать наш канал Копеечкой Вы можете скинуть 10 ривен 100 ривен 20 ривен 50 ривен Неважно, любую сумму Внизу в описании Приватбанк и Монобанк А что нас отключили я не могу понять Так, так, так Что-то у нас по времени И глянем Что-то у нас Отключили Так А раньше времени Что-то у нас отключили Вот Что-то типа на час дали время На час только света дали Ну ладно На час дали света Так на час дали света Ранее Бога До этого 4 не было 2 было 4 не было Но она что вода Слово Богу Есть Вот Так Так друзья Вот Я сказал куда подписываться Куда все остальное Давайте друзья Выпьем за то Чтоб наконец-то Закончилась Эта вся хрень В стране Эта вся хрень Закончилась в стране Чтоб наконец-то Закончилась война Закончились Закончились обстрелы Войны Стрельба Смерти Чтоб люди Не становились Инвалидами Сиротами Чтоб люди Не становились Чтоб Все было хорошо Чтоб все было хорошо Ну наконец-то Чтоб все было хорошо И Всем хочу пожелать Мира Чтоб был только мир Доброта Тепло И любовь Вот за это и выпьем Вот Я не ожидал То есть Света нету Видите Где-то я говорю Кто-то отремонтировал Что-то уже пропал Перфоратор На час дали света Ну Печально Конечно Давайте друзья Чтоб все Как говорится Чтоб мои салата Богу Буш Давайте друзья Доброта Доброта в этом все пока всем добра всем мира все позитива